Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». Наш сегодняшний выпуск будет посвящен с одной стороны человеческой жестокости, а с другой стороны бесконечной человеческой жалости и любви. И у нас в гостях Надежда Стычинская, одна из организаторов приюта для тяжелобольных кошек и кошек-инвалидов «Еще один шанс». Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте! Ну, наверное, на сегодняшний день многие рязанцы слышали про различные приюты для животных. Вот чем ваш приют отличается от всех остальных? Наш приют отличается тем, что в нашем приюте находятся животные в основном тяжелобольные. То есть мы ориентированы на самые сложные случаи. Кошки-инвалиды, пострадавшие сильно, то есть с какими-то повреждениями внутренних органов, внешние повреждения, то есть без лапок, без хвоста, то есть вот такие вот, которым в обычных, так сказать, условиях, да, вот в организациях волонтерских очень трудно найти помощи или передержку. Как получилось так, что вы этот приют организовали? Мы были волонтерами, то есть у нас в городе до сих пор нету официального приюта для бездомных животных. Мы просто входили в состав волонтерской организации и помогали, так сказать, на общественных началах бездомным животным. Столкнулись с такой проблемой, что самых тяжелобольных, как раз тем, которым больше всего нужна помощь, да, поместить некуда. То есть стационары ветеринарных клиник на тот момент их практически не брали бездомные животные. Это все-таки определенный риск заражения других животных. Часто они бывают вирусоносителями. А в стационарах находились домашние животные. Поэтому везде отказывали. Люди взять себе домой тоже очень редко такое происходило, потому что это тоже определенная ответственность. Это нужно ухаживать, медикаментозно нужно как-то помогать, да, то есть нужно процедуру проводить, возить в ветклинику. Люди очень боялись вот этого, вот, брать на себя такую ответственность. И многие просто вот элементарно виды вот пораненному животному не переносит, даже, говорят, не можем в вашей группе фото смотреть. То есть мы вот вам поможем, но вот прям вот в фото даже посмотреть не можем. Вот поэтому вот у нас возникла такая некая идея создать что-то свое такое, попробовать. Мы рискнули, у нас это получилось. Насколько я знаю, у вас двое, правильно? Да. То есть вы вдвоем снимаете квартиру, и, собственно говоря, вы вдвоем все вот это на себе несете, весь этот груз, правильно? У нас есть помощники, которые иногда приходят, то есть это в основном наши хорошие друзья, знакомые, близкие. То есть мы не волонтерская организация, так вот, чтобы любой желающий к нам попал, этого нет. Мы очень боимся подкидышей, как часто бывает в приютах, да, то, что люди приносят и просто оставляют под дверью животное. Поэтому мы вот крайне редко кого-то туда пускаем, вот из посторонних людей. По большей части, да. То есть я и Светлана, вот мы вдвоем этим всем занимаемся, и, да, ответственные, грубо говоря, мы вдвоем. А каким образом к вам животные чаще всего попадают? Да, везде по-разному. Когда-то обращаются знакомые, то есть они где-то увидели, столкнулись, да. Иногда бывает то, что мы сами натыкаемся на такие случаи, вот в других волонтерских организациях. Допустим, кто-то обратился, разместил вот там фотографию или просто написал, что там в таком-то вот месте находится животное, кошка, да, потому что собак мы, к сожалению, пока не можем себе позволить брать. Есть кошка, которая, допустим, нуждается в помощи. Мы вот по мере возможности туда приезжаем, смотрим, как что, и потом уже забираем в ветклинику, и, соответственно, после осмотра везем уже к нам. То есть вы вдвоем забираете каких-то тяжелобольных животных и выхаживаете их, да, вот от самого начала, когда они еще плохо себя чувствуют, вот до того момента, пока им не станет окончательно лучше, так? Да, то есть прям желательно зацепить вот этот вот момент, когда животное только-только вот обнаружили, чтобы… потому что время промедления – это очень часто чревато гибелью животного. С какими травмами, болезнями, да, чаще всего у вас оказываются животные, и кто в этом виноват? По-разному, бывает по-разному. То есть у нас от, скажем так, кошек с психологическими сильными проблемами, то есть у нас был такой очень асоциальный котик, которого мы ночью ловили на вокзале Рязани Первой. Его на такой степени там зашугали, его просто начальство отдали приказ, чтобы всех кошек на территории вокзала убили. Вот, кот был жутко запуганный, он был вообще абсолютно невменяемый, он людей вообще очень сильно боялся, и мы там вдвоем со Светланой ловили. То есть вокруг нас даже люди собрались, все смотрели, чуть ли не пальцем показывали, что какие-то сумасшедшие две тетки по ночам ловят какого-то кота. Вот, то есть очень долго, очень сложный был этот период адаптации, но сейчас он пристроенный, сейчас он уже счастливо живет в семье. И в основном кошки попадают под машину, бывают собаки. Ну, встречаются такие, где люди, конкретно человеческая рука здесь замешана, потому что врачи ветеринарные определяют характер травмы, повреждений и говорят, что здесь вот конкретно в этом случае это не какая-то механическая травма, не собаки, а вот именно издевался человек. То есть и в костер бросали кошек, и глаза выкавали, их хвосты отрывали, и очень много избивали до полусмерти, до смерти даже тоже был у нас такой случай. То есть люди тоже бывают. Расскажите историю вашей сегодняшней спутницы. Это лялечка. Она маленькая, ее подобрала женщина и подкармливала, ну, как подобрала, она просто поместила ее в подвал к остальным своим кошкам бездомным, где она ее подкармливала, и там, видимо, попал ей в глаза стекловата. Началось воспаление глаз, кератит, и когда она попала к нам, уже оба глазика были до такой степени поражены, роговица была полностью повреждена, что спасать было просто нечего. И врачи нам сказали, что единственный выход из ситуации – это удаление обоих глаз. Глазки удалили, но, несмотря на это, она прекрасно ориентируется, она абсолютно нормальная кошка, она ходит в лоточек, она знает, где мисочка, она прекрасно передвигается в пространстве, играет даже, бегает. То есть абсолютно нормальная кошка. Некоторые даже, когда первый раз ее видят, даже не сразу понимают, что она слепая. – Насколько я знаю, после того, как животное окончательно придет в себя, вы стараетесь его пристроить в хорошие руки, найти ему хозяев. Насколько часто люди у нас в Рязани готовы взять животное с какими-то дефектами, отклонениями? – Конечно, большинство, кто к нам обращается, звонят, допустим, по объявлению, что нет ли у вас породистых, а нет ли у вас каких-то особенных. Мы объясняем, что бездомные кошки в основном в большинстве своем обычные. То есть такие трехцветные, вот такие вот пестренькие, породистых, конечно, у нас бывает, но не так часто. Обычные кошки в Москву часто забирают. То есть конкретно в Рязани как-то пока люди еще с опаской относятся. Вот они еще не знают, вот не сталкивались, скажем так, с такими животными и боятся, что это очень много времени будет уходить на уход, на какое-то лечение. Но на самом деле, вот, допустим, лялечка, она никакого лечения уже не требует. То есть кот без лапки, он абсолютно такой же кот, как и все остальные. Ему тоже нужен дом, ему тоже нужно внимание. И они зачастую даже бывают намного ласковее и благодарнее, чем породистые. Надежда, насколько я знаю, ваши контакты можно найти в группе ВКонтакте. Она так и называется, да, еще один шанс? Да, еще один шанс. Но сейчас вы на экранах видите телефон, по которому тоже можно связаться с Надеждой и оказать какую-то посильную помощь. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо, что вы занимаетесь таким важным, добрым делом. Удачи вам. Спасибо. Ну, а мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»